Приветствую вас дорогие друзья, с вами я Анастасия Чарльз и это очередное видео из серии лайфхаки счастливых людей. Одна из важнейших целей жизни каждого человека найти счастье для себя и своих близких. В этом видео вы познакомитесь с шестым лайфхаком счастливых людей. Звучит он так. Хватит бегать по кругу. Одна женщина в поисках вдохновения решила отправиться в отпуск в Индию. Уже давно она чувствовала себя не очень-то счастливой, но очень много работала, чтобы получить то, что по ее мнению приносило удовлетворение. Однако удовлетворение она все равно не ощущала. Нельзя сказать, что все в ее жизни было плохо, но она была уверена в том, что все могло быть гораздо лучше. Она знала, что в Индии богатые духовные традиции и занялась поиском гуру. Когда она приехала к нему и стала рассказывать, что ее беспокоит, он ее внимательно выслушал, подумал, а затем ответил. Ты слишком много думаешь о том, как прекрасна была бы твоя жизнь, если бы у тебя было все то, что ты описываешь. Ты забыла о том, что жизни можно радоваться, какова бы она ни была. Ты стала рабыней своих мечтаний, но даже не подозреваешь, что получи ты все те дары, о которых просишь, вряд ли станешь счастливее. Живи сегодняшним днем, радуйся всему, с чем соприкасаешься. Когда ты мечтаешь о том, что у тебя могло бы быть, то используешь эти мечты как защитный механизм, потому что не хочешь смотреть в глаза реальности. Ты отдалеклась от того, что окружает тебя здесь и сейчас, думая, что все это временно и в любой момент твоя жизнь переменится, ну, может, когда Бог ответит на твои молитвы. Оставь пустые мечты, думая о том, что у тебя уже есть, и поймешь, что в любых обстоятельствах есть все средства для счастья. Женщина задумалась, какой стала бы ее жизнь, если бы она последовала совету старого учителя. Так что же мне делать? Старик улыбнулся. На твой вопрос легко дать ответ, сказал он. Ты должна просто решить стать счастливой. И по традиции несколько цитат мудрых людей. Постарайтесь понять, чего вы хотите добиться. Это поможет вам перестать заниматься ловлей бабочек и начинать добывать золото. Уильям Молтон Марстон. Психолог. Сколько людей проживает свою жизнь напрасно? В какой-то полудреме они занимаются даже тем, что они считают очень важным. И все это происходит потому, что они не тем заняты. Мори Шварц. Социолог, профессор. Люди гоняются за деньгами, а не за счастьем. Если гоняешься за деньгами, то проиграешь. Обязательно проиграешь. Деньги получишь, а счастливым не станешь. Гэри Вайнерчук. Предприниматель. Наверняка многие о нем слышали. Невозможно решить проблему, если при этом решаешь какую-нибудь другую проблему. Пол Вулфовиц. Политик. Успешная жизнь – это когда ты понимаешь, что делаешь, и идешь своим путем, а не когда ты преследуешь мечты и чаяния других людей. Чинь Нинчжу. Писатель. Незбыточные мечты. Очень многие гоняются за несбыточными мечтами, а некоторые – постоянно. Что такое несбыточная мечта? Друзья, она утопична. Нельзя сделать так, чтобы все в жизни было безупречно и доставляло только удовольствие. Ну, нельзя, невозможно это. Поиск совершенства – это, конечно же, неплохо. Но если без совершенства вы не можете быть счастливы, то тогда дело плохо. На самом деле плохо. Если это мотивирует вас на успех, ну, в некотором роде это хорошо. Но нужно находить достоинство и в том, что уже есть. Даже если ваша жизнь не идеальна. Ведь смотрите, что произойдет, если мы перестанем носиться за несбыточными мечтами, а будем просто радоваться тому, что имеем? Друзья, это совсем не значит согласиться с тем, что есть и всё, и по-другому. Ну, вот как есть, так есть. Нет. Это просто, скорее, это будет благодарность за то, что мы имеем. Когда мы перестанем носиться за несбыточными мечтами, это будет как благодарность за то, что мы имеем. Мы должны перестать корить себя за то, что не выиграли, может быть, в лотерею. За то, что, может быть, не живем так, как живут там некоторые, может быть, наши знакомые. За то, что не изобрели, может, чего-то такого. Не получили, может быть, работу своей мечты. Ну, не родили столько детей, сколько вот планировали. Или вот хотелось бы дочка, а вот только сын. Или там двое-трое сыновей, а хотелось бы ещё и дочку. И так далее. Вместо этого стоит остановиться и просто задуматься. И посмотреть на то, что уже у нас есть. И жизнь, уверяю вас, покажется гораздо более счастливой. Потому что ругать свою жизнь, это слишком просто. Это слишком просто. Я, мол, ну, не так, так и не купил себе, к примеру, там, ту машину, которую я хотел. Вот так и прошло столько лет, а у меня там не такой дом, всего там трехкомнатная квартира или однокомнатная. Хотелось бы трехкомнатной и так далее. Я не настолько богат, как хотел. У меня это не лучшая работа, у меня всего двое детей, а вот у некоторых вот помощь по четверо, по пятеро детей и так далее. А если взглянуть на ситуацию, вот на вашу ситуацию с положительной точки зрения, попытайтесь взглянуть вот просто с положительной точки зрения и подумать так. Да у меня же классная машина, хорошая машина. Она меня никогда не подводит. Еды мне хватает. Я всегда покупаю там больше еды, чем мне нужно. Иногда я даже себе позволяю какие-нибудь деликатесы, а может быть даже не иногда, а там раз в три дня, даже каждый день, может быть, я себе позволяю. Каждый год я беру отпуск, а может быть и два раза, а то и три раза у меня получается. Чем плоха у меня? Хорошая жизнь. У меня все хорошо. У меня постоянно работа, другие вон по полгода не могут найти работу. Я работаю с людьми, которые мне нравятся, с которыми мне комфортно, хорошо. У меня там, к примеру, двое прекрасных, замечательных, чудесных детей и так далее. Ну, ты добавьте сами дальше. И вот смотрите, если вы станете мыслить по-добрым образом, каждый день думать, что у вас все замечательно и все у вас хорошо, с положительной точки зрения смотреть на все, то сможете с легкостью обернуть вот любую ситуацию в свою пользу. У вас получится радоваться замечательным вещам, которые у вас есть, а не думать о тех, которых у вас нет. И поймите, друзья, что в вашей жизни уже и так все хорошо. Все хорошо в вашей жизни. Вот как часто вы слышали выражение, если вы не предлагаете решение проблемы, значит, вы сами часть этой проблемы. А что, друзья, если задумайтесь, а что, если проблема просто не существует? Вот вы как-то, может быть, себе определили, что у вас какая-то проблема, а может, ее на самом деле не существует. В таком случае решение не потребуется. Или окажется, что всех устраивает, к примеру, текущее положение дел. Поэтому очень-очень важно, прежде всего, нужно определить, существует ли вообще проблема. Есть она или она только в вашем воображении, только в ваш, может быть, какой-то внутренний страх, ваше подсознание вам ее рисует, эту проблему. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какое влияние она оказывает на вашу жизнь. Вот то, что вы себе там напридумывали, может быть, ну, может быть, реально есть проблема. Если она есть, нужно ответить, какое влияние она оказывает на вашу жизнь. Оно тормозит вашу жизнь, оно делает ее хуже, оно что-то добавляет плохое в вашу жизнь. Можете ли снизить вы степень этого влияния, или даже полностью устранить его, если взглянуть на ситуацию под другим углом. Поэтому нужно понять, влияние, какое она оказывает на вашу жизнь, можно ли снизить степень этого влияния, или полностью устранить его. Посмотрите под другим углом. Вот, к примеру, вы смотрите в зеркало, вот перед вами зеркало. А если вы подойдете сбоку, с другой стороны, вы уже себя в зеркале не увидите, вы увидите уже в зеркале что-то другое, вы уже смотрите под другим углом. Так и на проблемы, на ситуации смотрите под разными углами, да, под разным углом. Таким образом, вы сможете определить, существует ли проблема в принципе, или вы просто смотрите на вещи под определенным углом, и все, и по-другому вы не видите. Если проблема существует, тогда нужно определить, соответственно, ее объем и способы ее решения, преодоления. Если же ее не существует, а только может быть страх или какое-то опасение, что-то рисует ее в вашем воображении, в вашем подсознании, важно как можно скорее это осознать, понять, да, и начать заниматься другими делами. У меня очень хорошо получается, вот когда мне даже что-то не получается, ну, как проблема, как препятствие, я очень быстро переключаюсь на что-то другое, прямо ухожу с головой во что-то другое. Не важно, это может быть стирка, это может быть мытье посуды, это не важно, это шитье там или еще что-то, либо там видео снимать, ну, не важно, я просто говорю, у меня напрямую что-то противоположное. А потом оно само как по себе, либо во время вот процесса занятия другой деятельности, что-то приходит, приходит решение, либо ум наш успокаивается и дает нам нужное решение. Очень-очень важно, поэтому переключайтесь и поймите, что в вашей жизни уже все хорошо. И, конечно же, друзья, очень важно знать, чего вы хотите. Знайте, чего вы хотите, потому что если вы стремитесь стать по-настоящему счастливым человеком, важно знать, что именно делает вас счастливым и каким образом еще. Это тоже очень важно. Каким образом? Многие полагают, что знают ответ на этот вопрос, поэтому сам даже вопрос его себе никогда не задают. В результате шагают по жизни, так и не достигнув вот этого прекрасного, замечательного состояния счастья и не знают причин, по которым вот все обстоит так плачевно, может быть, в их жизни. Например, возьмите человека, который пытается сбалансировать, к примеру, роли работы и семьи в своей жизни. Он может работать в два раза больше и, соответственно, конечно же, зарабатывать в два раза больше, но тогда он будет проводить дома со своими детьми, со своими близкими в два раза меньше времени. Или можно же работать в два раза менее усердно, получать, конечно же, в два раза меньше, но зато проводить в два раза больше времени с семьей. Попади вы в такую ситуацию, что бы вы сделали, что бы вы выбрали? Важно найти баланс, очень важно. Важно изучить свои приоритеты, ценности и цели в жизни. Не тёщи, не мамы, не папы, не брата, не сестры, не мужа, не жены, а ваши, и лично ваши. И решить, как вы будете их измерять ещё. Это тоже очень важно. Ваши приоритеты, ваши ценности, ваши цели. И решить, как вы будете измерять. Их можно измерять по-разному. Что-то можно измерять деньгами, что-то вашим временем, что-то вашим вниманием, что-то ещё чем-то. Понимаете? Меры очень разные есть. Поэтому подумайте, решите, как вы будете их измерять, ваши ценности, приоритеты и цели. Потому что другой человек может всю жизнь потратить на то, чтобы заработать как можно больше денег, к примеру. И даже если он станет сказочно богатым, он всегда найдётся кто-то ещё богаче. И естественно, он станет завидовать и захочет быть похожим на того человека и стремится добиться таких же результатов и так далее. Здесь очень важно понимать, зачем вам, к примеру, столько-то денег или зачем вам такая машина или зачем вам такой дом. И хотите ли от жизни вы именно этого, именно этого, а ничего-нибудь другого, которому может у вас идёт подмена понятий. Очень важно, подмена ценностей, подмена интересов, подмена целей. Потому что очень интересно, знаете, большинство даже людей полагают, что успех в жизни зависит от количества личных побед и богатства. Нет, это не так. В поиске счастья очень важно знать, чего именно вы хотите. Именно вы хотите. Итак, подведём итоги, друзья. Что нам важно знать? Важно знать, что может сделать вас счастливым. Это первый шаг к достижению цели. Однако он часто, конечно, людьми игнорируется, потому что люди полагают, что знают ответ на этот вопрос и его не задают себе. А это очень важно. Это не так. Надо задавать себе этот вопрос, что может сделать вас счастливым. Кстати, я сама лично столкнулась с такой проблемой в начале своего пути, вот так вот, когда металась. Следующий шаг – это понять, почему именно это делает вас счастливым, а не что-то другое. Почему именно такая машина сделает вас счастливым? Почему именно такой дом, почему именно такая сумма денег сделает вас счастливым? да возможно ваша жизнь уже достаточно хороша во многих областях а вы как-то это еще не 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 поняли поэтому очень важно переключить внимание на другие аспекты вашей жизни которые ну пока не столь успешно может быть в которой вы хотите там достигнуть более более каких-то высот такой подход поможет вам почувствовать себя гораздо лучше и поможет повысить чувство собственного достоинства а это я вам скажу тоже немаловажно очень даже важно и вы также сможете понять каким образом можно разрешить вот эти проблемные аспекты и в в конце хочу предложить вам такое полезное упражнение она очень приятная его реально приятно выполнять предлагаю вам в конце каждого дня лучше всего конечно вечером когда вы уже рабочий день позади когда вы поужинали расслаблены вместо того чтобы провести там перед телевизором или за бутылочкой пива или еще чего-то просто проведите немножко в своих мыслях дайте вашему сознанию подсознание немножко вот а вот поработать да и подумайте о трех причинах по которым можно назвать прошедший день вот этот день отличным второе подумайте о трех причинах под которым текущий год можно назвать отличным я вас уверяю вы каждый день будете находить что-то которое в этом году можно назвать отличным а еще напоследок о трех причинах по которым можно назвать отличной вашу жизнь я вас уверяю вы когда будете думать высокой вспомните очень много много таких причин, по которым вашу жизнь можно назвать отличной. Ну а я желаю вам счастья, благодарю за внимание, с вами была Анастасия Час, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями, я буду вам очень признательна и с благодарностью, с радостью вам буду отвечать. Ну а на сегодня это все, до следующего видео, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!